В эфире программа новин регионов. Студия Олена Мелешанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Полумимир у других европейских гульнях завершает стафету огню по Могилёшине. Будут расти разом. В Могилёшской школе появилась аллея Туй, высадженных пешоклассниками. Где работают студенты летом? Под обязанности глядите в выпуске. В Сходной Европе на теплоходе и в разных кутах региона. С гонором факел пронесли артысты, спортсмены, знакомитые особы и бизнесмены. Нарешті символ гульня у Бабруйску, каля скульптуры Шуры Балаганову золотого теля на пешагодной улице каля Бабруйской крепости. Факел у руках олимпійських чемпионов, братов Богдановичаў, Марины Лобач, навад пасла Грузії, і земляка-співака Руслана Алихно. А яшчэ ваяш пазнакавых прадпраемствах Бабруйска, напрыклад Белшыні. Усераду факел отправяться у Гомельскую в область. Друге европейские гульні пройдуть у Мінску 21-30 червяня. Амаль-200 студатраду плануюцца організоваць селіта на Могилёвшыні. Працовны семестр ў самом разгары. Заяў ад студэнтаў на летніў працу ўжо больш за 2000. Их гэта немяжа, кажуть організаторы. Попыт на такі від занятку ў молоді толькі расте. Наша здымычна група пабывала на адным з аб'єктаў, які допамагаюць будаваць студэнты. Аляксі – студэнт архітектурно-будавничага каледжу. А тут – командир студатрада. Что дня с 8 и до 17 годин ёнт со своими одногрупниками працуе на будавництве новой школы «Штоу Казимировцы». Собралось большое количество знакомых, друзей. Решили вместе коллективом собраться. Зачем нам по раздельности где-то на объятик? Вместе ж проще. Всех друг друга знаем. Сплочённый коллектив, сплочённые команды. Работается быстрее, лучше и веселее. Чем бездельничать дома, можно пойти заработать. И потом в будущем прийти, сказать своему будущему поколению, своему будущему детям, внукам, сказать, что свой кусок труда, свой кусок жизни и кусок души ты вложил в эту стройку. То есть будущее поколение, благодаря тебе, можно сказать, тут учиться. На отриманный заработок хлопцы плануют после сессии всей компании поехать на отпочинок зараз у Марых Сочи и Ялта. Таких студотрадов на Могилёшке не будет працевать амаль две сотни. Основными объектами всё лета обраны вось гэтая новая школа у Казимировцы – веслярная база в Могилёве. Частка студентов поедет працевать на другие европейские гульни. Як отзначая комиссар областного штаба, працуют у студотрадов не только хлопцы, як може спочатку податься. Девушка у нас работает и в педагогических отрядах. Это основная масса, наверное. Далее, это экологические, сервисные виды работы. У нас ещё также в этом году будут работать два медицинских студенческих отряда в Бобруйске. Так что для девушек и для всех найдём работу. 2019 год у Беларусским Республиканским Союзом молоди названы Годом студотрадов. Тому зараз идёт активная работа по пошуку ветеранов руху и историчных фотосдымков, розных цикавых звездок. По вынику працы будет створена великая книга про беларусский и студотрадовский рух. Алена Милюшчанкова, Александр Тарасов, Новины региона. Научение ещё двум новым профессиям планует увести в Могилёвске машинобудовничном колледже. Всё лето одна из наистарейших научных установ региона, означая юбилей – 120 годов. История колледжа началась в 1899-м зарамесного училища. Чем живут сучасные студенты, доведалась наша здымочная группа. От токара, станочника и электрогазосварщика до ковалёв и технику-механиков. У Могилёвским машинобудовничном колледже больше десяток специальностей. А самое запотребованное – слесар по ремонте автомобилей. Мест для работы достаточно много. То есть, если смотреть, автомобилей на сегодняшний день всё становится больше и больше у нас в стране. Да и не только у нас в стране. А чинить их тоже надо уметь, знать. И поэтому без практики, наверное, никуда. Практикуют у машинобудовничном колледже и ковальскую справу. Хотя теперь это редкая профессия. А лев всё больше хлопца уже дают ей освоить. Ну, вообще, я слышал то, что на кузнецах учат. Поэтому, ну, нравится профессия. Это пояс для рыцаря. Сколько вот создание такой штуки занимает времени? Ну, на это ушла неделя. Рыцарские доспехи студенты колледжу представили на выставе с на годы юбилею. Нам 120 лет. Много это или мало? Ну, скажем так. Для истории в целом это небольшой период времени. Но для учреждения образования, которое смогло 120 лет готовить квалифицированных специалистов, это просто замечательно. И я считаю, что мы достойны сегодня аплодисментов. Повиншевать те перешних и былых работников колледжу приехали представники администрации города и в области. Один из подарунков – сертификат на сумму 350 тысяч рублей на потребы научальной установы. Сами студенты зладили представление и первоасобилися у своих ровесников с 20-го ста годя. До речи, в юбилейный год у машинобудовничьим колледже плануют увести еще две новые профессии. Константин Титамиров, Миколай Соболев, Новин региона. Клопотиться о природе совсем не складано. Так лечить у Махилевской школы номер 44. Тут з'явилась целая аллея тую, якую разом с батьками и наставниками высадили першоклассники. У руках маленького Данила маленькая туя, чому минавито гэтые древы брали для аллеи хлопчик добра ведая. Они нашу школу делают очень красивый, воздух очищают. И еще они, ну, красоту делают. Батька Данила – организатор гэтой акции. Сабрал инших батьков и закупил древы. Усяго их 28. Мовлял, хочется не только брать от школы веды, а ле и нечто отдавать. Когда они будут заканчивать школу, они увидят, что каждое их деревце будет высоко расти, и они, может быть, в жизни добьются больших высот. Посадку древ промерковали до областной акции «Дорогами добра и пригожости». У школе надают увагу не только доброму стану школьников, а ле и навучают их бирахчи природу. Такие простые акции, они, наверное, и учат детей любить природу. Показываем им, как нужно охранять, что можно сделать. Чтобы посадить дерево, это уже вложить какую-то частичку своей души в то, чтобы наша природа с каждым годом становилась красивее. Древы посадили, теперь можно и на заслуженный летний отпочинок. Дарья Семянько, Виталья Алексеенко, Новина Региона. Арт-проект «Могилёва» в вашем гостей проходит у областных центров. Девять мостаков с восьми краин молюют свои уражения про город и горожан. Гости убачили Могилёв ярким и солнечным, а я гоже хору позитивными и доброзачливыми. Такое уражение, что творчие особы допомогут могилеучанам поглядеть на свой город по-новому. У выставочной зале музея истории Могилёва теперь працовная простора мостаков. Кожный из них зробит две работы, и они пополняют музейную коллекцию мостанских творов про мостаков. Я увидел набережную возле моста, не помню, как эта улица называется, и ратуши. И мне показалось, что над этим городом летает добрый какой-то ангел такой. Свет меняется надто худко. Городы становятся подобные один на одного. И тому треба зауважать и ценить речи, які характеризуют дух народа. Так лечить Святлана иначе. Ей пришелся до спадобы, айт на хутор областным центры и старая городская забудова. Все эти балкончики, репнины, даже лавочки с чугунными вот этими штучками. Все это настолько симпатично, тепло очень по-человечески, как-то гуманно. Ева Карука з Латвии худко знайшла огульная помеж Могилевым и Рыгой. Будынок, які усе ведуть як китайскую стенку. І она створає тепер Яє Мадонну. Наверное, в многих городах Большого Союза є такі дома, які называються китайская стіна, в которых бурліт жизнь города. І мені показало, що це нам характерно, і це один із акцентів современності. Арт-проєкт проводиться у Могилєві третім разом. І я губыніки ми стайки представить. У виставочній зале дитя перпрацують 7 червня. Ілона Іванова, Віталій Олексійенко. Новини Регіона. До плюс 29 градусів без опадков і легкий ветрик прогнозується на Могилєвшині у Сяраду. По словах синоптиков, зараз на дворі визначається в області повышеного атмосферного тиску. Самая актуальна новина в області на сайті ТВР Могилєва, кропка бая, так само в групах у соціальних сетках. А я на гэтам з вами развітваюся. Приємных вам новин. До зустрічі!